Check out this epic drop! С этим обновлением я, собственно, решился зачитать всё это, собственно, ручно. Вот, и мне кажется, просто-напросто это мало вообще кто сделал, а зря, ребят. Значит, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшое обновление на сайте. Это попытка навести порядок в материалах. Наверное, многие замечали, что есть такие моды, которые обновляются довольно часто. И на сайте до сегодняшнего дня для новой версии создавалась отдельная независимая страница. Со своими комментариями, оценками и так далее. Согласитесь, это было не очень корректно, ведь фактически материал-то один. Таким образом, количество материалов на сайте достигло почти 5000. Из которых 30-40% это лишь обновление. Проблему частого обновления мода мы решили. Зато решили проблему повторения материалов из-за обновлений. Идея в том, что отдельная страница будет у каждого материала. И все обновления будут накапливаться на этой странице. Пример тут. Ну, вот, пример тут. Давайте мы посмотрим, что это у нас здесь за пример. Например, у нас попал в Урал Виторган. Вот. И, допустим, вот видите, страничка. Основная страница данного мода. Но также можете посмотреть и предыдущее обновление. Вот, допустим, последнее обновление было 24 июля 2016 года. А также вот, нажав кнопочку предыдущей версии, вы сможете посмотреть, что же было до этого. Потому что, возможно, кому-то понравится какое-то предыдущее обновление. Может быть, скачать с целью, чтобы доработать мод. А может быть, кому-то просто нравится. Вот было там предыдущее обновление. Например, там старая текстура больше нравилась. Соответственно, таким вот образом вы сможете скачать именно тот мод, который вам больше нравился. А этот, допустим, был обновлен. То есть, добавлю, 17 июля, а вот этот 24 июля. И вот таким вот, ребят, макаром вы можете, собственно говоря, выбирать уже, что вам больше нравится. Да и вообще, когда в поисковике забиваешь какой-то мод, он там выпадает. А непонятно, последняя эта версия была или предпоследняя, или предпредпоследняя. А вот благодаря тому, что у каждого мода будет своя страница, и вот это благодаря кнопочке предыдущей версии, вы сможете уже здесь смотреть, какие вообще были версии того или иного мода, той или иной карты, того или иного материала вообще в целом. Вообще были когда-либо опубликованы. Вот. Ну что ж, давайте, наверное, вернемся к обновлению. И, значит, продолжаем. Внимание! Все, кто добавляет материалы. То есть вот это, как бы, информационная была часть для тех, кто, в принципе, вообще занимается скачиванием модов, карты и каких-либо материалов. А здесь уже информируют людей тех, которые добавляют материал непосредственно на сайт. Значит, внимание всем, кто добавляет материалы. Новые материалы можно загрузить, как и раньше, а обновлений для материала так больше грузить не нужно. Теперь на странице каждого материала, если вы автоматизированы на сайте, есть кнопка «Добавить обновление», которая уведет вас на укороченную форму добавления. Меньше полей, чем при добавлении нового материала. Таким образом, добавлять обновление станет проще. Обратите внимание, что при добавлении обновления в поле «Описание» нужно указать именно описание обновления, то есть список изменений, а не описание материала, так как описание материала было добавлено вместе с самим материалом. Если вы считаете, что после обновления описание материала нужно изменить, пишите в описании обновления об этом, указывая, что нужно изменить. Тогда модератор учет ваше мнение при проверке обновления. Обратите также внимание на то, что у каждого обновления будут свои скриншоты до 5 штук. И у материала, основанным скриншотом, будет считаться скриншот с последнего обновления. Помните, что лицо материала на главной странице и подобных является первый скриншот. Первый скриншот, делайте его наиболее качественным и информационным. То есть, если вы добавляете карту, допустим, это может быть миниатюрка, или же самое красивое место на вашей карте, которое вы посчитаете нужным, вот его и нужно добавлять. А если же вы добавляете мод, например, то напяльте на него самые красивые аддоны и сделайте это, так скажем, лицом вашего материала, ну или мода. То есть, когда вы листаете сайт STMods, там вот первая фотография. Вот, собственно говоря, вот эта первая фотография, она, безусловно, в первую очередь бросается людям в глаза. И тогда люди будут заходить к вам чаще, соответственно, на ваш добавленный материал и скачивать его, если он им действительно понравился. И нам же теперь предстоит большая работа по объединению уже добавленных материалов обновлений в одну страницу. То есть, все будет делаться, кроме счета, как было показано на примере с Уралом Виторганом. Однако, мы верим, что это поможет навести порядок среди материалов на сайте. Я тоже вот эту туману хочу верить. По скрипту, из-за криворукости разработчика, больших изменений в структуре материалов изменился и способ хранения лайков и дизлайков. Поэтому снова все оценки обнуляются. Это вот такое небольшое обновление. Ребят, на самом деле, оно лично мне очень понравилось. Вот, сейчас я это обновление, собственно говоря, продемонстрирую на практике. Как всегда, обо всех найденных ошибках прошу сообщать по электронной почте. Это электронная почта администратора сайта. Или же, собственно говоря, в ЛСВК. Ну, это страничка ВКонтакте. Ну, также, безусловно, все это затронуло не только игру Spintires, но и также игру Eurotrack Simulator при добавлении модов. Здесь уже добавилась кнопочка добавить обновление. Ферринг симулятор 17-й, да, соответственно, тоже добавилась кнопочка добавить обновление. Ну, и ABMJ Drive, само собой разумеется. Тоже не прошло это мимо, не прошло эту игру стороной. Также добавилась кнопочка добавить обновление к тому или иному материалу. Вот, ну и по поводу лайков-дизлайков, да, давайте на примере. Что у нас тут больше всего на первой страничке скачивалось? Вот, допустим, вот 151 скачиваем. Вот сегодня, кстати, добавилось. Я уже ее обкатал, мне понравилось. Не видим, правда, сколько здесь у нас дизлайков, да, но тем не менее мы можем с вами, вот, наводим, да, на пальчик вверх вот этот, и появляется у нас понравилось 7 людям. Нажимаем и смотрим, кому же этот материал понравился. Здесь мы можем сразу увидеть, вот, кому это понравилось. То же самое будет происходить и с пальчиками вниз. Также будете наводить, и здесь будет также появляться окошечко «Не понравилось там стольким-то человек». Вы можете также навести и, собственно говоря, увидеть, кому же не понравилось, никому не понравился тот или иной материал. Вот, ну, в принципе, в принципе, по-моему, ребят, я обо всем рассказал. По поводу всего вот этого обновления, я думаю, всем все понятно. Вот, и в дальнейшем мы не будем допускать ошибок, не будем постоянно добавлять новые материалы, хотя они являются какой-то незначительной доработкой предыдущего материала, и будем пользоваться этой волшебной кнопочкой «Добавить обновление». Желаю вам успехов в добавлении новых материалов, и на этом я считаю, что можно смело видео заканчивать. Огромное спасибо администратору сайта за столь информационное обновление, то есть описание к своему обновлению. Вот, а вам, ребят, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте «Витарган177». Посещайте сайт «Эстэмодз». Все лучшее и новое только на этом сайте. Всем спасибо и всем пока.